привет зритель сначала хотела тебе записать все красиво на видеокамеру со штативом то и сё но я поняла что я так устала я за последнюю неделю что-то как-то ну да у тебя там может среда или вообще куча недели среда за последнюю неделю как-то вообще жуть это может начало недели но вот у меня считай где-то 7 дней в лучшем случае часов 5 я сплю это вот моя полочка которую я заказала примерно когда и заключила договор по поводу окна что-то я сама собрала что-то мне отбили прибили ну в общем мои добрые друзья мне и повесили 2 самопальный дедушка еще делал подсвечника и ваза сюда переместились а тут кое-что вот так вот стало я пообещала там книжки потом заснять как-нибудь здесь пока вот пара вас стоит еще одна ваза заюзана там не букетик на кухне тут вот эта хулиганка сидит подушка на которой я сегодня лежала в ожидании когда приедут мастера потому что нам не ставили окно и как бы у них сломалась машина не поверить зритель это животное наглое созрала уголки этой полочки вот на и надо я ее держала на балконе в переноске переноска драная балкон по этому поводу закрыла потому что если она там ее совсем бы разозрала ну хотя бы с нашу не выбежала потому что дверь была открыта короче вот сейчас книжки вот здесь и вот так эта полочка выглядит вот сейчас у меня вот так это все выглядит потому что смотри зритель ну как бы тут еще скотч до завтрашнего середины дня будет висеть его потом только надо собачить но смысле в течение целой сутки скотч должен висеть на месте таз с водой скана была тоже должен лежать на подоконнике на думал там просто набор что тяжелое положить а самое тяжелое это на и взгляд был таз с водой тут он цветочки вот он бутылочка одна ну смысле вообще эта баночка и вазочка я тут отражаюсь и вот мой серый комфорт под мрамор завтра скотчики сниму тазик уберу и все тут протру мне вообще показали что она как-то еще открывается типа как форточка зимой но я пока я забыла как-то делается я запомнила только как открыть на как обычное окно и как открыть вот как вот вот так навешивается я думала раньше что если открыть как же она не падает окажется ну там специально это сделано и дальше чем нужно не откроется но и когда это все увидела днем вообще все это делалось два часа буквально это думал это где-то день займет ну или хотя бы часов пять поставить окно я поняла что такое светлое окно как-то ну рука не поднимается микроволновкой и печкой заставить сначала я думала какую-нибудь эту фиговину купить но моя тетя сказала что фиговина скорее всего продаются только вот по типу всех этих гарнитуров а мне не хочу гарнитур куда он мне еще и мы с ней вспомнили точнее наш у меня на балконе есть столик который делает дедушка так как полу здесь неровный ну в принципе стены и много чего еще неровная то он слегка качается может быть он качается под тяжестью этого но никто чтобы он качается но когда его трогаешь и вот так так посильнее если надавить то он или как не скрипит но шатается в общем я туда газетки предложила не газетки вообще картонки его час она у меня вот здесь это баррикада вот так вот оно все выглядит основной это обзор я хотела показать тебе зрителя только учу заказала себе ну как бы у меня есть плейлист озон но тут и озон и whiteberries у меня закончился сахар внезапно кокосовый я заказала вот совсем немножко другой кокосовый сахар так фокусируйся телефон да я на телефон снимаю тут вот у них еще открыточка такая это на вайтберрид я уже честно не помню почем счастье ну тут 900 короче грамм я поняла что 900 грамм дешевле купить чем килограмм у иных фирм но и меня как бы не настолько много денег оставалось а потому что ну и как ты знаешь я купила блендер который еще не обозревала но скидывая частями фотки там в телегу в инстаграм ну и короче этот как бы так как я купила блендер из части денег которые отложены были на окно а сегодня я отдала 11 тысяч 40 рублей ну грубо говоря на 11 еще 40 рублей 11 тысяч 40 рублей я сегодня отдала вторую часть за окно ну а перед этим немножко шиканул а то у меня опять где-то косарь остался благо где-то там числа двадцать первого тире двадцать шестого в этот период я с ютуба получу свои сто баксов вообще сто двенадцать баксов спасибо тем кто смотрит регламу видео и тем немногим то в разный период жизни поддерживал мой канал в плане спонсорской подписки ну и мне так хочется шиканул чего-нибудь такое купить ну в общем а я тут что-то потратилось грубо говоря у меня там еще придет кое-что ну так какая-то бытовуха там что-то еще но она под вопросом идет она или не идет на тоновать без и вот это это я покупала на озон совершенно случайно увидела хоть и думал фиников что ли этих зрелых таких свежих купить в коробочке как вот в ашане у нас проют что надо туда ехать на а тут как бы доехал до солнечного на велике все нормально и вдруг внезапно узнаю что бывает финиковая паста у меня на озон были какие-то баллы она мне вышла 192 рубля так она 255 за полкило и 410 кажется за ну вот килограмм две вот такие штучки финиковая паста делается из свежих фиников это лучший вариант чем допустим покупать свежие финики очищать их от зернышек шкурок измельчать там как-то и ваять конфеты вообще я тебе думаю что буду покупать именно финиковую пасту она такая же есть на вайтберрис 200 с чем-то полкило вот такой квадратик вот один в один так и 406 2 таких квадратиков в общем килограмм считайте я все таки разорилась на сахар 366 карта он стоил финиковый сахар тут полкило это тоже на вайтберрис покупала ну и вот кокосовый сахар я его добавляю вообще в тесто иногда с молоком горячее с теплым или горячим молоком чем вкусно пью а иногда просто вот с чаем очень редко когда совсем от безысходности грустно скучно некому пенделя дать и хочется чего-то вкусного хотя у меня он тут есть очень вкусные конфеты с молотыми зернами конопли не ржите те которые подумали своими заточенным мозгом что-то не то кайфа от них никакого вы не получите в общем у меня были когда-то семена очищены конопли но я как-то на яндексе купил яндекс маркете купила две пачки по цене одной этих самых семян ядра семян конопли а они мне прислали газы такие не очищенные семена в шкурках они крепкие довольно ну и вот новый мой блендер их измельчил даже покажу эту массу я потом нашла в интернете думаю можно ли делать из них хололи что такое внезапно делают там у меня еще контейнер есть и в общем я сделала тут кокосовая стружка кокосовая мука самопальная ну сухом делала к молоке как я уже видела по-моему скидывала монтажик этого сгущенку обваляла это все в миските ну и соответственно там соединила сначала сгущенку с кокосовой мукой кокосовой стружкой а потом это все соединила с этой пастой измельчила ее на не совсем паста там по вкусу эти конфеты будто бы с маком потому что все-таки это шкурка она крепкая и нет не то чтобы на зубах похрустывает но что такое есть я вот думаю что спинниками смешать в кунжутере еще в чем-то валять и будет мне счастьем в итоге я хотела еще купить фиников но так как я потратилась в общем не где-то тысячи полторы наверно все ушло ну вообще касают на это я еще до этого купила сахар кокосовый не кокосовый сахар пальмовый он внезапно довольно свежий по сроку он тут этот срок это я видела этот круг короче вот эти смотри довольно свежий он более-менее но можно что он мягкий вы не надо грызть он вполне кусается я один кусочек пожертвовала своей тете куши и очень нравится мне лучше период жизни скажем так кратко кратковременный не лучший период поэтому я решил что и очень нужен этот сахар короче в общем сахар я купила до узнавая дарисон что-то 187 рублей было вне наличия тут у меня такой слегка бардачок потому что я вчера в темпе вальца течение суток все это убирала меня разбудили в раннюю я еще так думаю вслух говорю может быть мне получится завтра выспаться и тут я узнаю что завтра то бишь сегодня ко мне с девяти до десяти придут делать этот самый окно сейчас я просто покажу а сам вот момент как это делается поста и еще что то я уже отдельный ролик запишу кто-то вот стаканчик это вот толкатель вообще сейчас планировал еще ради свою посту взять но когда я поняла что и жуть какая уставшая меня нет сил даже вот видео записать вот он то может быть и не осилий арахисовую посту сделаю только этот самый да у меня там кинзмараули стоит которая в чай добавляю все у меня тут этой техники хоть и это масло авокадо очень хорошая экономичная крутое я не знаю она правда сволочь такое дорогое и пока еще правда не закончилась может быть еще раз и подобное куплю белая миксут мощненький блендер арахисовую посту делать за четыре минуты ну и в общем что я тебе хочу сказать зритель вот это вот что такое я хочу еще кошку купить но я думаю что и надо купить новую переноску но ты думаю весной уже куплю а так я и хочу купить или кошачий домик с игрушкой такой и ну шоу такая фигня как те . или бывают такие как бы не совсем ну как лежанка с такой вот когтеточкой столбиком потому что вот моя вот в таком состоянии ну и вообще поняла что ей надо что-то такое купить у меня тут уже 11 с лишним минут уже 12 лапа слегка дрожит ну ты зритель поспи по пять часов в лучшем случае семь дней поряд и по всякое такое и по делу и посмотрим мы на тебя это для того зрителя который не нравится что лапа дрожит так что вот у меня планы такие через две недели слегка потратятся с ютубных денежек а сейчас у меня планы конфетки сделать но в основном то я тебе хотела показать полочку и окно еще вблизи вот этот мраморный гладенький блин вообще я еще так тете говорю меня конечно понимаешь он успею заставить чем-нибудь это окно но когда я на него смотрю я понимаю что вот станет вот эта фигня здесь и будет уже не так светло а без этой фигни очень даже светло вот я не знаю временно это поселение моих печек или нет медленновалку я решила тут оставить да у меня тут термос и вчера заваривала гемантю японскую которым я внезапно еще как-то осталось а медленновалку думаю тут оставить а там еще было для таких керамических баночки под сахар и соль но я их убрала вверх потому что в принципе они как бы я из них достаю накладываю уже в мисочки ну другие такие сахарнички салон очки как бы они основные и особо-то ими не пользуюсь пользуюсь только когда вот нам переложить поэтому решил что в принципе пусть тут стоит или нарк ну что зритель пиши свои восторге по поводу моего окна и полочки или свои негодуя по поводу моих моего тремора или еще чего-нибудь и от пол кстати тут подмела после того как мастера ушли и два раза с мыльной жидкостью ему а потому что ну чтобы чисто было занавески я думаю постирать потому что как бы это надо постирать какой-то вы сахар пальмовый сахар финиковый сахар финиковый сахар я все года два хотела мне очень душево жало думану финики как бы все саму можете сама как-то соображу это сделать а потом думать у в принципе я смогла но правда спасибо четырем девочкам донатили за месяц в разными в разное время ну вообще благодаря наташи я в принципе купила себе эту полочку который сша наташа что мне как-то обезьянку прислала в америке обезьянка рваться и в принципе что-то такое если убрать одна допустим я все равно как-то более-менее сэкономила потому что он был тут в конце то недель сабантуй я ездила на велике в деревню которого туда и обратно ну и как бы дарила монетку я поняла что я могу вполне себе сэкономить ну как бы не особо тратится потому что у меня в принципе пока еще все есть вчера еще фарша купила себе там морозилки там свинина говядина магнитина был по скидке причем очень хорош такой состав свинины говядина тут у меня вот это все тюки это пастилами яблочная с разными там вкусами зелень там все то есть это 10 принципе как бы еще есть денег только нет но ничего страшного короче пока на эти зрители